За 15-й год и первый полугодие текущего года на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточно-федеральных округов выявлено свыше 140 тысяч нарушений законов в области экологии. Дисциплинарной и административной ответственности привлечено 28 тысяч виновных лиц. По материалам прокуроров возбуждено более 1 тысячи уголовных дел. Работа по охране природы в России явно хромает. Такой вывод можно сделать, судя по докладу генпрокурора Юрия Чайки и других спикеров. Противозаконные рубки, лесные пожары, антропогенная нагрузка на Байкал. Кто виноват и кого наказывать. Под раздачу попал глава Минприроды России в первую очередь, а также руководители других ведомств. Оперативно-рискная деятельность в первую очередь территориальной кормы внутренних дел малоэффективна и не решает должным образом задачи по раскрытию преступлений. В округах не раскрывается практически каждое второе экологическое преступление, в том числе подавляющее большинство до 90% по уничтожению и повреждению лесных насаждений. Анализ обстановки в сфере лесопользования показывает, что региональные органы государственной власти зачастую не своевременно реагируют на складывающую ситуацию. Нередко нарушаются требования закона при организации и проведении конкурсов на передоставление в аренду участков лесного фонда, выдачу этими органами положительных заключений на освоение леса. В свою очередь глава республики озвучил беды и чаяния местных чиновников. Одна из главных – нехватка денег на тушение лесных пожаров. Так, в 2016 году выделено всего 10% средств от планируемой нормы. Все это привело к тому, что борясь за федеральную собственность у Рослесхоза только по республике Бурятия возникла кредиторская задолженность перед привлеченными организациями из других регионов за тушение лесных пожаров 2015 года в сумме 169 миллионов рублей, которая сохраняется в настоящий момент. Кроме того, не оплачиваются текущие затраты 2016 года. А это еще 182 миллиона рублей. С крайне удручающим докладом, как его назвал Юрий Чайко, выступила начальник управления по исполнению законов Генпрокуратуры Ольга Шамшина. По ее словам, в России должным образом не реализуется федеральная целевая программа охрана озера Байкал. В частности, за 2014 и 2015 годы не введено в эксплуатацию ни одно новое очистное сооружение. В целях сохранения уникального водоема прокурором в Иркутской области Республики Бурятия во взаимодействии с контролирующими органами необходимо до конца года выявить и ликвидировать все объекты незаконного забора воды из Байкала, его притоков и подземных источников, повысить персональную ответственность водопользователей. В итоге осталось непонятным одно, для чего проводилось совещание, для констатации фактов выпиющего нарушения экологических законов или для побуждения ответственных лиц к действию. Тем временем количество экологических преступлений растет год от года. Наталья Домбаева, Александр Лупсанов, Первая альтернативная.